Девушки отдыхают Давайте сейчас мы с вами поприветствуем танцевальный коллектив под руководством Стильниковой Валентины Васильевны. Встречаем ребят! Синенький скромный потолченник падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь радостных ласковых встреч. Ты говорила, что не забудешь радостных ласковых встреч. Порой ночной мы оснащались собой. Не больше ночи, теркой платочек, милый желанный родной. Не больше ночи, теркой платочек, милый желанный родной. Порой ночи, теркой платочек. Порой ночи, теркой платочек. Как провожать и обещала синий потолченник. Как провожать и обещала синий потолченник. Верит. И будь со мной. Не сегодня, любимой, родной. Знаю с любовью, как искаловью прячешь поток дорогой. Знаю, с любовью, как изголовью прячешь поток на холле. Письма твои получая, слышу я голос живой. И между строчиц и неподочиц, снова встает предо мной. И между строчиц и неподочиц, снова встает предо мной. И сейчас с тобой провожает меня образцой. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно с одной. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно с одной. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно с одной. И у них родных, желанных, любимых таких. Скочить у лебеночек со синим подочек, что был на плечах, до таких. Скочить у лебеночек со синим подочек, что был на плечах, до таких. Скочить у лебеночек со синим подочек. Мы с Клябиной, Надеждой Владимиром Зиме. Они тоже пришли поздравить вас. И мы предоставляем им слово. Пожалуйста. Дорогие ребята, очень-очень приятно вас видеть, ваши лица, ваши улыбки. Мы театральный коллектив, поэтому мы сегодня будем вас радовать словом. Слово, как вы знаете, может быть тоже солнце, а может быть грязной лужей. Так давайте сегодня будем слова такие произносить, которые являются солнцем. И у нас есть мальчик, выходи сюда, Заварухин Миша. У него как раз стихотворение очень солнечное. Оно называется «Смеянцы». Такая страна удивительная, в которой все улыбаются, смеются и радуются. Мы без микрофона. Конечно. Ха-ха! Ха-ха! В стране хохотаний! Жили смеянцы, любили смеянцы веселье и танцы. И просто смеяться любили смеянцы. Пусть слово не новое и шутка стара. Смеяться готовы они до утра. Признаться, порой бывало не так. Глядят друг на друга, смеются в кулак. Да что в нем смешного в соседе твое. Нам просто приятно смеяться вдвоем. А если кто падал и ушибался, не хныкал, не плакал, вставал и смеялся. Смеянцы трудиться любили. А бабуке мани мастерили из каждой шутки, дудки, из каждой улыбки, скрипки. А из самого громкого хохота барабоны, полные грохота. И каждое воскресенье смеянки пекли печенье из хорошего настроения. Так жили смеянцы, не зная забот. Но вот в страну хохотанию прибыл дракон. На трех самолетах пожаловал он. Но смех оградом ударил гром. Дракон опустился на смех оградом. Солидный дракон, трехголовый, блестит чешуёй лиловый. Забежали смеянцы. Скажите, откуда такое смешное и лепое чудо? Дымом вдохнули три головы. Слушайте вы. Одны смеянцы смеяться не смеете. Иначе вы будете преданы смерти. Если беру мое слово-закон, я, как известно, ужасный дракон. Смеются смеянцы драконы в ответ. Драконов на свете давно уже нет. Да разве такие драконы бывают? И вовсе не так и не рты разнимают. Какой там дракон, трехголовый жираф? Хо-хо, да ведь это пожарный рукав. Хе-хе, трехголовый. Хо-хо, да ведь это же чайник из племени чайников необычайных. И криком, и смехом совсем заглушом. Но я же дракон, убеждает дракон. Ты уж, ты лягушка. Дракон разозлился, как жаркая печка дракон раскалился. И тут бы, наверное, случилась беда. Но вспыхнул дракон. И сгорел без следа. От злости сгорел. Да, над городом смеха веселое, эхо и шуткам и песням звучало в ответ. Драконов, драконов, лиловых, зеленых, огромных и страхих давно уже нет. И ласточки в небе затеяли танцы. Живите, творите и пойте, смеянцы. А-ле-о! А-ле-о! Мальчик, есть вот такой маленький, Синен, его зовут, Синен, как фамилия. Вы скажите, пожалуйста, вы любите эти животные, ребята? Любите? Да. А у кого-то есть такое-нибудь животное? Собак есть? Да. Многие из вас мечтают, да, чтобы иметь собачку. И вот такой вот мальчик у нас тоже мечтал, чтобы была у него собака. Что же из этого получилось? Послушайте. Один щенок был одинок, Бродил он непрекаянно. И, наконец, решил щенок, Найду себе хозяина. С утра собаку всех ворот С людьми выходят из ворот. Студить попыт мне хочется, Зачем мне одиночество? В каком-то дворике пустом Один остался с детства я. И стал щенок мечтать о том, Как будет он перед хвостом Хозяина предшествовать. И вот щенок спустился в путь, Бежал он за прохожими, Но хоть спросил бы кто-нибудь, Ты что, только стеревоженный? Нет, у людей свои дела. Куда-то школьница прошла, Прошли два длинных паренька, Никто не смотрит на щенка. И грустный озабоченный Бежит он вдоль обочины. Малыш в коляске катится, Малыш в кушистом платьице, Наверное, он возьмет щенка. Нет, он улегся с паренька. Бежит девчонка, что-то есть, Щенок за ней, она полезет. Тоска напала на щенка, Догнал он деда-старика, Но у деда много дел, Он на щенка не поглядел. И так расстроился щенок, Что он забыл отчаянно, Я одинок, я одинок, Не нахожу хозяина. Как вдруг заметили щенка, Две девочки, две катеньки, Они забудут издалека, Иди сюда, угладенький. Одна кричит, плесну, другая, Ты нужен мне, как раз такой. Другая бросилась, да лучше я тебя возьму, Угладенький, пахматенький, И волоска и ткани. А понюхал девочек, Ченок, как завещать отчаянно, Сдержать он радости его, Вдруг сразу два хозяина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Еще? А, нет, 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 просто еще у нас есть маленький мальчик, Которого хотим принять. Чу-чу-чу. Ту-ду-ду-ду, мы играли в Папа-Воз, В самый быстрый Папа-Воз, В самый лучший Папа-Воз. Ехал я, а Папа-Воз. Долго он не соглашался, Не начинал пыхтеть всерьез. А потом, как разошался, И поехал, и повез. С бережка упало кресло, Стало нам спустили в детство. Отправим я, Джан, вон, И летим по весь оборуд. Вот так, Папа, На и скорость. Обошли машину, поезд, Догоняем самолет, Вырываемся вперед. Папа-Воз от ветра мчишь, За дважды на границе. Только пыль везит в глазах, Прискочили за границу. Надо ж было так случиться, Отказали тормоза. Даже вспомнить невозможно, Сколько виду нему страны. Вдруг на встречу Знам дороги. А сторонам океана. Папа, не спавлят ходу, Рассекает груди в воду, И, подняв горну, плывет Настоящий Папа-Ход. Из тумана перед нами Азербург вырос, как гора. Папа-Ход взмахнул руками, Папа, лед летит. Ура! Пролетаем от Китая, Папа вспомнил друг. Папа вас вспомнил друг. Постой, мы на ужин опоздаем, Возвращаемся домой. Мы летели как ракета, мы домой спешили так, что в подгоне Тибета у меня все дело пошло, ай, крикнув, но уже, мол, мирно пронеслось внизу в огнях. Вот наш трое, дом, квартира, мама в таких дверях, мама очень удивилась, где мы были, что случилось? Поповоз трес колес, мы играли в поповоз, побывали в разных странах, посмотрели белый свет. «Хороши», сказала мама, «все в пыли, ботика нет, разъезжали в странах разных, поезжали в брюках рядом, бросили меня одну». «В общем-то», сказала мама, «выходной», сказала мама, «я лечу», сказала мама, «вместе с вами, ноу». «Он не боялся встречаться на озере с пиратами, он только улыбался под дувом пистолета, он запросто выдерживал два действия балета, он не боялся темноты, он в воду прыгал с высоты два метра с половиной. Но вот, однажды вечером он заболел ангиною, и надо вызывать скорее врача и снять ложки, а он боится всех врачей, как мышь боится кошки. Но соседский мальчик, Вова, хочет выручить больного, поднимает руком, рук по телефону и звонит по телефону в клинику районную. «Пришлите нам, пожалуйста, доктора с машины, академик Иванов, заболел ангиной». «Самый страшный врач больницы взял свой самый страшный и самый страшный свой палат, и самый страшный пир и вату, и сестру взял старшую, и самый страшный. «Из врач больницы уже машины учиться!» «Один звонок, другой звонок, и доктор ходит на порог. Вот подходит он в кровати, где известный математик пять минут тому лежал, А больного нет, сбежал! Может, он залез в буфет, спрятался под ванной, даже в печке его нет, Как это ни странно, перерыли все вокруг, а он спрятался в сундук и глядит на врача через дырку для ключа».